Более 100 миллионов рублей было потрачено фондом Инсана своих подопечных в 2018 году, а это на 30% больше, чем за предыдущий год. Об этом было сказано на отчетном мероприятии фонда, прошедшем в торжественной обстановке. В ходе него почетным гостям подробно рассказали о деятельности Инсана и о том, какие успехи были достигнуты за годы его существования. Подробности в нашем следующем материале. Год усиленной работы позади. Время подводить итоги и составлять планы на будущее. Результаты приятно радуют. Охват оказания помощи малоимущим с каждым годом растет и прошлое не стало исключением. Люди все больше стремятся внести в свой вклад в благотворительность. К полу Всевышнему есть динамика роста и в этом году помощь оказана на порядок больше относительно 2017 года. Скажем так, на процентах 30 помощь оказана больше относительно 2017 года. К полу Всевышнему люди не остаются в стороне, принимают самое активное участие. И, конечно, мы понимаем, что мы в таком маленьком зале не можем собрать всех тех людей, которые работают с нами, принимают участие. Надеемся, что в последующие годы нам уже придется нанимать стадионы, чтобы собрать всех тех людей, которые принимают участие в благотворительной деятельности. Среди приглашенных гостей были представители власти, религиозные и общественные деятели, люди науки и культуры. Выступавшие отметили важную роль фонда в оказании помощи малоимущим и пожелали дальнейших успехов в реализации намеченных целей. Очень важно, что оказывается помощь больным детям, людям, попавшим в какую-то беду. То есть, да, есть поддержка друзей, родственников, государства, но очень важно, когда люди, объединившись, стараются оказать посильную помощь. Это очень важно. Действительно, дело святое. Мы видим, какую здесь роль руководства нашего муфтията, самого муфтия Ахмад Хаджи, уважаемого. И все это видят, понимают. Поэтому мы думаем, что мы будем искать общие мысли, проекты. Муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди в своем выступлении поблагодарил представителей Инстана за оправданное доверие населения республики. Он отметил, что перед фондом стоит задача, чтобы в Дагестане не осталось нуждающихся людей. Перед фондом какая задача стоит? Стоит, чтобы Дагестан у нас был без нуждающихся. Если кто-то хочет объяснить это, как невозможно, чтобы у нас сирот не было, невозможно, чтобы у нас больных не было, а возможно, чтобы мы им не дали чувствовать, что они сироти, возможно, что мы им не дадим чувствовать, что они нуждаются. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы достигнем этого гостя. Помощь маленькому мальчику Исупу Магомедову – это один из примеров продуктивной работы фонда. Несколько лет назад ему был поставлен страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Но благодаря работе врачей состояние Исупа сейчас стабилизировалось. Свою лепту в это внес и фонд Инстан, организовавший своевременный сбор денег на необходимые медикаменты. На приобретение препаратов германских. Они нам помогли на целый год, потому как ему российские не помогали, и они помогли нам приобрести германские. Благодарность у меня нашему отделению онкогематологии. Конечно же, фонд Инстан, спасибо им огромное, который в такой тяжелый момент не оставляет нас без помощи. По стиле мероприятия представители фондов «Подарить жизнь» из Москвы и «Ярдем» из Казани. Они тесно сотрудничают с Инстаном и высоко оценивают его работу, проводимую в регионе. Работа регионального фонда, который работает на территории определенного субъекта Российской Федерации, она не просто колоссально важна. Если в субъекте Российской Федерации нет фонда, который мог бы закрывать эти вопросы, то и теряется смысл даже деятельности крупных фондов, которые работают на всю территорию Российской Федерации. У нас нет собеседника, нам не с кем взаимодействовать. Поэтому здесь, конечно, существование такого фонда, как Инстан, это, говорю, это счастье, что мы нашли друг друга. В 2017 году между благотворенным фондом Инстан и Национальным исламским благотворенным фондом Ярдем было подписано соглашение о совместном сотрудничестве. И вот на основании сотрудничества мы из Дагестана, из республики Дагестан, очень много к нам приезжают незрячие люди. Наш фонд занимается реабилитацией слепых, людей с остаточным зрением. Стоит отметить, что работа фонда не была бы возможна без помощи неравнодушных людей. Всем внесшим весомый вклад в благотворительную деятельность были вручены благодарственные письма. Всех тех людей, которые не остаются в стороне, принимают участие, кто финансово, кто словом, кто делом, кто действием, принимают участие в нашей работе. Хочется выразить огромную благодарность. На самом деле мир становится добрее посредством нас. И если мы все будем объединяться, мы можем достичь очень многого. Год пройден успешно, но впереди еще много работы. Фонд Инстан в очередной раз ставит перед собой задачу – превзойти достигнутые результаты и постараться, чтобы нуждающиеся в помощи люди никогда не чувствовали себя угнетенными и брошенными на произвол судьбы. Субтитры создавал DimaTorzok